В начале этой недели отмечался Международный день защиты детей. Дата призвана напомнить всему мировому сообществу о самом важном в нашей жизни – о детях, о необходимости их защиты. Особенно тех, чьи жизни находятся в постоянной опасности. Это касается и азербайджанских детей, живущих в прифронтовых селах. Территориальный конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха длится уже 30 лет. Обсуждение темы продолжим с депутатом парламента Азербайджана Севинч Фаталиевой. Севинч Ханум, здравствуйте! Здравствуйте! Несомненно, что права детей являются одной из самых важных и неотделимых частей прав человека. Но вот уже больше четверти века жители Азербайджана, в том числе и дети, сталкиваются с армянской агрессией и бесчеловечной политикой этнической чистки, геноцидом. Эта тема не раз обсуждалась в рамках международных организаций. Какие документы в связи с этим приняты, касающиеся непосредственно защиты детей в зонах конфликта? К сожалению, за последние десятилетия в мире количество детей, погибших у вооруженных конфликтов, растет. И несмотря на то, что за эти годы было принято огромное количество и конвенций, и законодательных актов по международному праву, все равно дети погибают и становятся жертвами вооруженных конфликтов. И к нашему большому сожалению, Азербайджан не исключение в этом, поскольку за период армяно-азербайджанского Нагорного-Карабахского конфликта тысячи детей стали жертвами этого конфликта. И когда мы говорим о жертвах конфликтах, тут не обязательно говорить о смерти детей, о том, что дети были убиты. Безусловно, это бесчеловечно, безусловно, это не входят в никакие рамки гуманизма. Но мы должны говорить о том, что дети теряют родителей, дети становятся инвалидами, дети лишены возможности получать образование, дети лишены возможности получать какие-то вопросы, связанные с экологией, и нормально проводить свое детство. Это тоже является своего рода воздействием вооруженных конфликтов в войне. И, безусловно, существует ряд международно-правовых инструментов для защиты детей, страдающих от вооруженных конфликтов. И здесь, в первую очередь, необходимо говорить о Женевской конвенции 1949 года, о дополнительном протоколе, которые направлены, в частности, на защиту людей, которые непосредственно не участвуют в боевых действиях, гражданских лиц, в том числе детей. Особое значение здесь имеет также факультативный протокол о конвенции по правам ребенка об участии детей вооруженных конфликтов. И с 1992 года Азербайджан принял закон и регратифицировал вышеупомянутый факультативный протокол. И была проделана колоссальная работа по защите прав, оказания различных видов помощи детям, живущим в зонах конфликтов. Но здесь мы должны говорить о нескольких аспектах. В первую очередь, мы должны вернуться в историю, вспомнить 90-е годы, когда была активная фаза конфликта. Безусловно, дети, ставшие беженцами, вынужденные переселенцами, какую помощь они получили тогда от государства, тогда еще молодого, не совсем, так скажем, крепкого государства, поскольку все мы прекрасно помним, какие события и процессы происходили в тот период в Азербайджане. Но несмотря на это, как и гуманитарная, так и психологическая помощь, и всяческая поддержка государства была оказана именно тем беде. Но несмотря на то, что достигнут режим прекращения огня, боевые действия и по сей день продолжают. И все мы прекрасно помним тех детей, которые за последние несколько лет стали жертвами именно армянской агрессии. Это и Фарис Бадалов, и Айгын Шахмалиева, и маленькая Захра, которые ни в чем не повинные дети, просто проживают свое детство. И, наверное, самой главной трагедией являлось то, что они находились непосредственно вблизи агрессора. И став жертвой агрессии, в первую очередь здесь имеет место факт того, что агрессора сейчас не останавливает ничто, никакие негуманные соображения, ни человеческие ценности. И даже ребенок, играющий во дворе, может стать целью и мишенью. Безусловно, в этом плане необходимо в первую очередь привлечение внимания международного сообщества, в принципе, в Азербайджане. Азербайджан со своей стороны на различных уровнях, как на уровне парламента, так и на уровне различных общественных организаций. И в первую очередь на уровне фонда Гейдара Алиева, здесь об этом отдельно надо говорить, проводится колоссальная работа по привлечению общественного внимания именно к вопросам о безопасности детей в вооруженных конфликтах. И сегодня, я думаю, что этот вопрос также остается одним из самых главных вопросов в этом конфликте, поскольку, когда погибают солдаты, когда погибают военные, военнослужащие, безусловно, это требование войны. Но когда погибают дети, это не входит ни в какие рамки. Самой кровавой трагедией в истории Азербайджана в конце 20 века стал геноцид в городе Ходжалы, учиненный армянскими вооруженными формированиями. Среди жертв 63 ребенка. Об этом прекрасно осведомлены международные структуры. Вы эту тему также поднимали не раз. Какова их реакция? Когда мы говорим о Ходжалинской трагедии, сегодня, я думаю, самым главным вопросом является кампания «Справедливый с Ходжалы», которая проводится фондом Гейдара Алиева. И сюда привлечены все общественные объединения и азербайджанцы, живущие за рубежом. Здесь необходимо отметить, что благодаря именно этой кампании сегодня около 16 стран мира признали Ходжалы геноцид. Около 24 Соединенных Штатов Америки признали этот геноцид. И я думаю, что проведена большая работа и достаточно показательно то, что сегодня истины о Карабахской войне, истины о Ходжалинской трагедии известны всему миру. И если в первые годы после этой трагедии было несколько сложно довести до мирового сообщества реальную ситуацию об истинном лице агрессора, я думаю, сегодня, как и со стороны власти Азербайджана, так и со стороны, опять же, и парламента, и общественных организаций проведена колоссальная работа именно в плане доведения до мирового сообщества тех реалий, которые происходили и происходят по сей день. Я думаю, что наша главная цель сегодня заключается именно в проведении правильной информационной войны, поскольку сейчас война проходит не только на линии соприкосновения огна, а в первую очередь в информационном пространстве. Насколько активны мы будем именно в этом пространстве, насколько будем активно и, так скажем, солидарно доносить истины о карабахском вопросе, о тех жертвах, о беженцах, которые столкнулись с этой проблемой. Я думаю, что в этом плане мы можем достигнуть определенного успеха. Безусловно, вопрос геноцида существует в ряде стран. И сегодня, проводя параллели с различными другими трагедиями, я думаю, что мировое сообщество и международные организации достаточно четко понимают, с чем именно Азербайджану пришлось столкнуться. И в этом плане мы, опять же, должны говорить о том, что сегодня это не просто обсуждение, а именно решение парламентов определенных стран, которые принимают и сочувствуют, так скажем, Азербайджану. Но в то же время мы сейчас находимся на таком этапе и в таком положении, что нам здесь главное не сочувствие, а главное принятие определенных решений и принятие определенных позиций со стороны международных организаций. И я думаю, в этом плане, именно чем больше стран и парламентов признает сходя Алинскую трагедию, я думаю, что в этом плане мы должны, безусловно, количество этих стран будет расти, количество людей, информированных об этом, будет расти. И тут, в первую очередь, это необходимо для самого главного, для того, чтобы агрессор и виновник всех этих бесчинств и трагедий был бы наказан в соответствии с международным правом. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо вам, Ириба. Напомню, на связи с нами депутат Севинч Ваталиева тема обсуждения защита прав детей на фоне армянской агрессии. Спасибо.